А почему ты решил проявить нет software license? Потому что в очередной раз что-то меня где-то спросили И эта мысль такая, знаешь, где-то в глубине подсознания Кто-то что-то в пунктах спишет? Бывает И какая у вас лицензия? МИД У всех МИД Короче, с лицензиями все просто это довольно сложно У нас есть лицензии, у нас есть патенты, у нас есть торговые марки, у нас есть секреты Это все, что, грубо говоря, нас интересует Секреты, это если вам кто-то что-то по секрету сказал, нужно не рассказать Обычно в коде это редко случается Обычно, если там кто-то какой-то кусочек, не знаю, API-ключ положил, то как бы перестал быть секретом Торговые марки, ну, грубо говоря, если кто-то сделал проект с названием, там, не знаю, с названием Бортник То, как бы, больше никому нельзя делать проект с названием Бортник Тоже, в общем-то, все понятно А это если у Бортника есть патент? Не обязательно Не обязательно Потому что, грубо говоря, штука какая, все это началось в США И оно, как бы, к нам ползет из США, да И вот, например, из серии У нас нет, давай перескочу к патентам, да У нас, как бы, нет патентов на софт, да Но, Украина и США члены ВТО и, соответственно, Всемирной Организации Патентного Права и всего такого прочего Вот, и патенты, которые приняты в США, у нас, как бы, применяются И, в принципе, тебя можно засудить, да То есть, как бы, тот факт, что у нас патенты запрещены, никого не волнует Патенты у нас есть, все Как бы, плюс, как бы, чуть-чуть фирма сразу больше, чем полтора студента Сразу инстрирует лицо в США, поэтому, как бы, все равно нас это, как бы, всегда касается Вот, так вот, с торговыми маками в США система такая, что, если я использую какое-то название активное Его, 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 не знаю, да, и потом ты в этой же области пытаешься зарегистрировать Я могу прийти и сказать, чуваки, я тут, конечно, не зарегистрировал, но я тут был раньше Вот, поэтому есть вот это вот, буквка R в кружочке, это значит, что ребята пошли и зарегистрировали А TM означает, что, как бы, мы еще не зарегистрировали, но вы имеете в виду, что, если что, мы это место, мы это имя уже забили Вот, и причем, и R, и TM не обязательно писать, так же, как символ C, вот этот, в кружочке, не обязательно писать, да Вот, и, как бы, остаются у нас, как бы, патенты и копирайд С копирайдом, вроде как, все просто, серии, там, ты что-то написал, соответственно, ты автор И с копирайдом интересно, потому что, несмотря на то, что все мы, как бы, вот, в одной всемирной организации И все такое прочее, в каждой стране копирайд работает по-своему И, соответственно, например, в наших странах, там, в России, в Украине У нас есть такие, то, что называется, неотделимые права Если ты написал код для, не знаю, какой-то компании АЕДЖИС, что-то там Долго дня Если ты написал код, там, вот, для своего АЕДЖИСа, да То, как бы, куда бы он ни делся, все равно он автор этого кода, да Но, если бы птица жил в США, имел американское гражданство и работал в АЕДЖИС в США То, тогда автором был бы АЕДЖИС, вот И вот такое вот, да Как бы, все отличается А у всех штатах одинаковое тоже Может быть В США это, как в серии, область общая такая Непонятно, что, каждый что придумал, какой судья все как-то сделал Вот И, как бы, с патентами есть два варианта Первое, don't ask, don't tell, да Как бы, патенты есть, но мы их игнорируем, да И это, вот, МИД, да И второе, это, как бы, мы все в одной лодке, не считая собаки, да И для этого... И для этого... И поэтому, как бы, вот это взаимное Я тебя не буду судить, если ты не будешь судить меня И это Apache и всякое такое Вот И, кроме этого, есть вот это вот Разные уровни приставания, да Из серии, там, на самом верхнем уровне Я положил код, мне вообще пофиг, кто им будет пользоваться, да Что там находится ВТФ Нет, не ВТФ Там находятся CC0 и Unlicensed Вот CC0 говорит из серии Чуваки, если есть... Если в вашей стране поддерживается Public Domain, то это Public Domain Если Public Domain не поддерживается, то вот вам супер-супер разрешительная лицензия Вот вам фоллбэк Разрешительная штука В Unlicensed вот этого фоллбэка нет Поэтому Unlicensed не работает в Евросоюзе, в частности, в Германии, где нет Public Domain Вот Где Public Domain может возникнуть только вот, если вот ты вот умер, и после тебя там 70 лет прошло, и вот тогда она Public Domain То есть там всякие работы Гёте, Шопенгауэра Интересно, а нельзя написать сразу лицензию? Этим текстом считайте, что я выбрал 70 лет назад Нельзя, да Так вот И, как бы, Github по умолчанию вот в этом, выпадающем в свой списочке предлагает Unlicensed и этим подкладывает большую жопу, большую мин на замедленное действие всем разработчикам мира, потому что такие штуки, а кофиг поставил Unlicensed и всё У тебя потренили твои разработки? Что? У тебя потренили твои разработки? В Github есть вот это вот, ты создаёшь это, ты создаёшь репозиторию, там есть выпадающая штучка, рецензию Ну да, ты сделал запущенную репозиторию и есть всё, ты права не умеешь, я думаю, и всё Почему? Умеешь Никакой права не делюсь Вот, короче Но CC0, в свою очередь, есть своя задница Своя гнина замедленного действия Потому что CC0 не принята организацией open-source initiative И поэтому, как бы, есть компании, которые принимают ОСИ штуку Ну, вход под лицензиями, который принятый ОСИ И только ОСИ Соответственно, если вы ее знаете CC0, то нужно рядом положить что-нибудь типа ASC Или как она называется? Ну, это МИТовский вариант Почему плохо МИТ? Потому что в МИТ есть слово use И в американском праве копирайт, это вот когда распространять, произносить, декламировать, вот эта всякая фигня, переписывать Но слово use там нет Use относится к патентному праву Поэтому никто не знает в серии, в МИТе патенты передается или нет В ASC, слово use нет, поэтому ASC это лучший МИТ Более пермиссив лицензия Нет, более понятный А вот Более понятный Поэтому, как бы, самая красивая лицензия серии Я никаких примеров не имею Это две ASC плюс SATA 0 И, как бы, никто об этом не знает Но, как бы, вот такая штука Дальше Интересный вы крутас, да? Кто на реактиве? У кого есть бедные люди, которые пишут на реактиве? Вот Или кто пишет на реактиве? У меня есть знакомые, которые пишут О, да То есть, есть вот эти Один мой друг Некоторые из них даже думают, что им это нравится Но Мы о них не будем ничего говорить плохого Но У Фейсбука во всех этих своих репозиториях есть вот этот файл Patents И вокруг этого файла есть куча шумихий Что такое Patents и в чем прикол? В чем смысл? Получается как? Они выдают нам вот какой-то там BSD Или MIT Я не помню какая там лицуха Вот Ариана подкладывают файл Паттернс Первыми, кто это сделал Это был Google Когда купил компанию On2Technologies Эта компания делала видеокоды для Skype И еще там для каких-то штук И Google на основе него сделал вот этот Веб 8 Да Вот И Веб Да Вот И получается что Когда они это делают Они такие Мы не можем выложить его просто по любой лицензии Потому что как бы кодеки страшная штука И они сделают такое из серии Чуваки Вот вам код Не важно Вот вам код под BSD И Мы конечно Все патенты которые у нас были От On2Technologies Мы вам обещаем Что мы вас за них судить не будем Можете пользоваться Но за других Мы не отвечаем вообще никак Мы про них ничего не знаем Что у них там творится И всякое такое И вот таким образом Facebook на это посмотрел И эти Как они зовут Лойеры Facebook Посмотрели И сказали Это очень крутая штука Вот И в результате получается так Что например Сидит Есть репозитор React В нем 100-500 контрибьюторов Сидит Вася Пупкин Откуда-то Коммитит в React Он патенты не обещает Но если Вася Пупкин Не Вася Пупкин А Данил Абрамов Работает в Facebook То патенты обещаются Да То есть оно работает Как фильтр в одну сторону Знаете вот этот Пол прозрачная Zekul С одной стороны Zekul С другой стороны А патчевская лицензия Это то же самое Только все работают Как в Facebook Все патенты Кто написал что-то Все делятся патентами Не всеми А только теми Которые нужны для того Чтобы вот эту штуку Воспроизводить Вот Поэтому как бы вот например Вот Apple выложил слифт Под апатчевской лицензией Это означает что вот Если кто-то из Google Хочет слифт Контрибьютировать То как бы Google Должен с патентами делиться И соответственно Во многих больших вот этих компаниях Типа там IBM Microsoft И всяких таких Есть вот такой вот пунктик Если ты Контрибьютишь Под mint Или еще чем-то То в принципе Это ок А пункт Получить легко Если там код под апатчем То нужно идти там Куда-то там Через там 100-500 инстанций Для того чтобы тебе Разрешили Контрибьюти Вот Фирму прокладку открыть не получится Потому что ты сотрудник Да Вот Это вот такой вот Как бы Экскурс Соответственно как бы Хорошо Если вы бизнес То красиво просто выложить Под апатчевской лицензией Типа Как бы Копируем В чужой под вставляем Все отлично Но при этом Мы вас судить не будем Это как бы вот Уровень доверия К сожалению Из-за того что все такие Мид-мид-мид-мид-мид И никто этого сейчас не делает И там всякий TypeScript Например под mint Там лежит Еще там какие-то штуки А патч наше все Вот Но с другой стороны Если ты петь студент То у тебя ничего нет в жизни Там на квартиру Ты не накопил машину У тебя нет Потому что в центре Киева живешь Что в принципе Как бы В центре Ну я живу на шатаре Сто время Как бы Зачем мне машина Вот ты и не студент Я и не Петя Это удивительно Да? Так вот В этом случае Ты просто Как бы Есть резон Выкладывать под mint Но на самом деле Выкладывая под апатчев Ты ничем не искуешь Если у тебя нет патентов То как бы Твое обещание Оно как бы пустое Все Вот Поэтому Юзайте чуваки Апачи И последний момент Про JPL Многие думают Что Если JPL То нельзя Вставлять В код Штука какая? В JPL Там вся фигня С распространением То есть мы хотим Чтобы наш конечный продукт Остался Поприетарным Его не нужно было Опенсорсить Да? Вот это вот Как бы посыл Если вы работаете В компании Контрибьютите Во внутренний проект Этой компании На сервере Где-то На рельсе Что-то написали И потом Компания пользуется Этим продуктом То это не распространение И соответственно Таким образом Например в Гугле Живёт свой флок Свои флоки Каких-то там Штук И всего такого Потому что пока Они написаны Гуглерами для гуглеров Да? То оно всё остается Внутри И этим можно пользоваться И я в такой ситуации был Мы там на сервере В банке В пиндюхали код Для работы с PayPal Какую-то библиотеку На Java Которая под GPL Мы её на сервер положили И всё Потому что мы работали в банке Писали для этого банка И всякое такое Есть тонкость Если вы контрактор Например Если вы в Украине И работаете по СПД То в момент Когда вы пишете код И отдаёте его в люксофт Условно Да? А люксофт Отдаёт его своему заказчику В этот момент Случается распространение И поэтому Очень важно Даже если вы работаете В продуктовой компании Здесь Как например я Да? Если при этом Вы работаете по СПД То ГПЛный код вставлять нельзя Поэтому Пока я живу в России Я вставлял ГПЛный код Везде Везде А теперь Я бессилен Теперь Мне это нельзя сделать Вот Самая хорошая лицензия На самом деле Мозиловская Вот это Mozilla Public License Почему она хорошая? Потому что В Mozilla Public License Чёрно по белому написано Что если файл с лицензией Лежит в корне проекта То как бы Весь проект Любые файлы Которые в нём лежат Они уже подмользованы Public License И не надо вот это Добавлять сверху хэдер Или не добавлять сверху хэдер А на самом деле Все основные лицензии Например Мид Если правильно делать Мид То нужно в каждом файле Сверху вставлять вот этот Мид А этого никто не делает Потому что все Линк А линк на этот Мид И линк на этот Мид Не подходит Потому что Нужен именно В нити Чёрно по белому написано Вот этот Ноудис должен быть вербателем Вместе с софтом Кусок JavaScript Это софт И последний ещё кусочек Step Overflow Step Overflow Сделали Финт ушами И такие Весь код который есть Он как бы подмид Но вам не нужно Вы когда его вставляете Вам как бы не нужно Атрибьюшн И линк на ответ Step Overflow Он как бы И есть ваш Атрибьюшн Поэтому Что я сделал С тем кодом Который я пишу На Step Overflow Писал там 4 года назад Я пошёл туда В свой профиль И написал Чуваки Весь код который я написал На Step Overflow Минт РЦС Или ЦСС Все люди которые копируют Мой код Не нарушают правила Пожалуйста Пойдите на Step Overflow И у себя В этом профиле Напишите эту приписочку Чтобы потом Вернемся В реальность И большой плюс Украины В том Что никто Не смотрит Даже на дозвание Лицензии Не то чтобы их соблюдать Но Ты знаешь Я Работал Пяти в шести Компаниях И по моему Раза четыре У нас бы Походил Лицензии Ты почитай Пять страничек Это Это до первого Лицензии В ревью И Собственно На самом деле Там еще Прекрасная была Штука По поводу Втфпл Втфпл Внизу нет дисклеймера Типа Если этот код Вам что-то сломает Я не отвечаю Поэтому Втфпл В чистом виде Некоторые берут Втфпл Типа Сверху Делают Чем больше А снизу Вставляют дисклеймер Это как бы Уже не совсем Втфпл Но как бы Это лучше Но если взять Втфпл То как бы Чувакам Можно засудить И кто-то То ли Дэниел Джей Бэйн То ли еще кто-то Выпустил Софт под лицензией То ли втфпл То ли подобное Типа Use Software for Good Not Evil А это Дугл Скокфорд Да И Что Вы думаете Она не совместима С GPL Знаете почему Потому что GPL Используй его Для всего Чего угодно То есть Они не совместимы Потому что Ты GPL Можешь использовать Для зла И пока Ты не развиваешь Да Тут есть такой момент Что есть много софта Который начался Когда-то в 80-90-х Их лицензии Вообще невозможно Нормально использовать OpenSSL Если прочитать Их лицензию Вот это OpenSSL То как бы Означает что Когда ты вставляешь себе Кусок из OpenSSL И линкаешься на OpenSSL Он должен быть У тебя уже открыт А никто не открывает Потому что Этот OpenSSL Появился очень давно И всем как-то пофиг И То же самое Со Skylight И Skylight Выкладывается под Public Domain Знаешь что Куча стран Public Domain Не работает И они такие Ну если вы хотите 6 тысяч долларов Мы вам Продадим лицензию За счет этого Живет автор Skylight И там несколько человек Которые его вместе пишут Да За счет этого А еще за счет того Что все верят Что Skylight хороший А не могут поверить Потому что Skylight Не в GT А в Fossil Внутри Skylight В общем Чтобы туда законтребьют Надо сильно постараться Так важно Один номер Если бы Книжечка Под лицензией И ты ее прочитал И рассказал своими словами Это же не значит Что ты спустил этот Смысл Не знаю Это уже Предмет В американском суде Точно так и самому из кода Если ты прочитал код из TKWFL И переписал его по своему Это уже 2 кода Ты же знаешь Да Что например Разработчикам GVM Запрещено смотреть Открытый исходный код Дотнета Разработчикам Дотнета Запрещено смотреть Открытый исходный код Первый раз почем Ну вот Да